Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Белунов Леонид Федорович родился 5 мая 1949 года в Белой Церкви, в небольшом провинциальном городке под Киевом. Его и младшего брата Витю, мама Ольга Петровна, кондуктор автобуса, растила одна. На ее судьбу выпала нелегкая участь женщин послевоенной эпохи, разруха, голод, бедность. Благородные черты Белунова не фотошоп, он действительно из аристократов. Его дед был офицером царской армии, отказавшимся после революции идти к красным и со временем ставший обычным мельником. Дед Белунова был расстрелян по доносу бдительного товарища лишь за то, что он попытался выступить против системы, а именно, посмел сделать оценку рациональности строительства моста через реку, то есть не там, где видели мост партийные органы. Спортивный подросток, подававший большие надежды в легкой атлетике, учился в львовском специнтернате, выпускники которого неизменно пополняли ряды КГБ, где из них должны были получиться разведчики или диверсанты. Подготовка к будущей профессии началась с малых лет. Как вспоминает сам Макинтош, в интернат его отдали потому, что маме одной было трудно кормить двоих детей. Она пошла в отдел образования и спросила, нет ли у них чего-нибудь такого, чтобы дома бывать лишь на выходные? Намекая на фамилию Белунова, мол, темная биография, дед, отец, начальник посулил Лене только карьеру спортсмена и рекомендовал отправить его во Львов. То, что интернат не совсем для спортсменов, Белунов понял не сразу. На стенах висели плакаты, изображающие строение тела человека, с ухожилиями, различными точками, вспоминает он. На занятиях инструктор часто объяснял, куда следует нажимать, чтобы человек умер. Но ни спортсмен, ни гэбист из Макинтоши не вышел, потому что началась его вторая жизнь, колония, куда 15-летний Белунов попал за ограбление. В один из выходных дней Леонид случайно познакомился с ребятами чуть старше его возрастом, которые так красочно расписали ему перспективы отдыха на берегу Черного моря, что будущий комитетчик согласился принять участие в рискованном мероприятии, сулившем исполнение внезапно возникшей мечты – ограбление инкассатора. Со своей ролью Леонид справился на отлично, а вот инициаторы его подвели. Они быстро попались в милиции и сразу же раскололись, выдав подельника с потрохами. В 15 лет Белунов отправился на два года на малолетку поселка Городок Львовской области. По легенде, неопровергаемый Макинтошем, свое прозвище Белунов получил якобы после того, как группа мальчишек под его чутким руководством ограбила промтоварный вагон, в котором везли партию одноименных мужских пальто. После освобождения Леонид Белунов, уже получивший прозвище Леня Макинтош, на свободе надолго не задержался. Ему впаяли 6 лет за изнасилование, и он отправился продолжать тюремный путь в колонию для несовершеннолетних преступников в городишко Прилуки Черниговской области. Там он впервые проявил силу своего характера, приняв деятельное участие в убийстве великовозрастного бугра-садиста. Суд увеличил срок еще на 6 лет, но гассационная инстанция потом скостила его до двух лет. Тем не менее, Макинтошу пришлось познакомиться с особенностями строгого режима содержания в спецтюрьме «Самбара». Перейдя экватор совершеннолетия, он попал в Драгобыч. К тому времени он уже зарекомендовал себя злостным нарушителем режима, постоянно отказывающимся выходить на работу и выполнять другие правила распорядка. Белунову добавляли срок, отправляли на лечение с ульфазином в Днепропетровскую психбольницу МВД и снова садили в штрафной изолятор. По официальной информации, Леонид Белунов имеет 6 судимостей. Разбой, изнасилование, вооруженный грабеж, мошенничество и хулиганство. Неофициально считается, что он непосредственно участвовал в организации двух десятков убийств. Если сложить воедино все годы, проведенные за решеткой, то выйдет три пятилетки 15 лет. В 1981 году, выйдя в очередной раз на свободу, Леня Макинтош не думал, что он больше никогда вновь не попадет за решетку. Напротив, он не завязал, а занялся очень рискованным с точки зрения закона, но прибыльным делом, торговлей сертификатами сети магазинов «Березка». В СССР ряд категорий профессий пользовались в те времена правом обменивать заработанную за границей валюту на специальные сертификаты, предоставляющие право покупки остро-дефицитных товаров, которые никогда не поступали в обычную розничную торговлю. Дело пошло настолько хорошо, что вскоре он перебрался из хорошо знакомого ему, но маленького для масштабов настоящей деятельности Львова, в огромную Москву, где он создал целую сеть неофициальных обменников. Ему приходилось не только быть осторожным с милицией, преследовавшей спекулянтов, и КГБ, зорко следящим за любыми попытками незаконного оборота валюты, но также бороться с конкурентами или жуликами, часто пытающимися подсунуть куклу. Помимо смелости и решительности, обладающий развитым интеллектом белунов, увлекся картами и этим занятием удвоил свой капитал. К началу 90-х Нувариш Леня Макинтош чувствовал себя в демократической России вполне благополучно и не помышлял о заграницах. В его бизнесе у него появился компаньон, банкир Александр Смоленский. Финансист привлек деньги Белунова в свою финансовую структуру в столичный банк сбережений. Самого их владельца посадил в кабинет в офисе кредитной организации и обеспечил ему вполне легальный источник получения доходов. Взамен, обладающий огромными связями в уголовном мире компаньон должен был консультировать его и выполнять некоторые щекотливые поручения. Смоленский был нечист на руку и очень часто действовал за гранью допустимого законом. Операции с фальшивыми авиза, отмывание серых доходов, утаивание налогов – все это стало ежедневной практикой деятельности банка. Другую особенность характера Александра Смоленского Леня Макинтош вовремя учуял. Тот крайне не любил делиться. В какой-то момент времени Белунов лично стал ему не нужен, а вот вложенные им в бизнес средства, напротив, очень нужны. Трижды глава банка столичный организовывал на Белунова покушение. Только чудом тот остался жив. Смоленский подкупил московский рубоп, который послал 18 своих сотрудников и пытался взять штурман квартиру Белунова. Макинтош яростно отстреливался в течение четырех часов, лихорадочно собирая у себя под окнами, представителей прессы и адвокатов, в итоге не позволивших расправиться с ним без свидетелей. Несмотря на огромные связи Леня Макинтоша в среде Люберецких и Серпуховских, развоз с банкиром прошел мирно, без крови. Александр Смоленский дожил до 2003 года, когда ушел на покой и принялся описывать свою бурную жизнь в мемуарах. С другими, кто позволял себе становиться препятствием на его пути, Белунов поступал гораздо жестче. В правоохранительных органах утверждают, что имеются факты его причастности к 20 заказным убийствам, жертвами которых стали не только коммерсанты, но также воры в законе и криминальные авторитеты. Леня Макинтош навсегда решил покинуть ставшую неспокойной и непредсказуемой Россию. Он пожил немного в Австрии, на Кипре и в Венгрии, пока не обрел идеальное место жительства в Париже. Первое время французское правительство относилось к нему с опаской. Спецслужбы были в курсе похождения Макинтоша в молодости. В 1995 году о нем заговорили, как об организаторе заговора против президента Ельцина. Кто-то пустил утку, что первого российского президента должны убить в ходе его визита во Францию. Белунов в тот раз опять чудом избежал ареста, выехав в Израиль. Вместо него добычей властей стали его жена и дочь. Через адвокатов ему удалось договориться о своем возвращении в Париж в обмен на гарантии оставаться на свободе до дня суда. В процессе ему предстояло защищаться от обвинений в незаконном обладании торговли оружием, способствовании обороту наркотиков и использовании фальшивого паспорта. Белунова приговорили к пяти годам условного заключения. Возможно, попытки избавиться от присутствия на своей территории опасного жителя продолжались бы и впредь, но тут Макинтошу снова помог счастливый случай. В Махачкале плен к северокавказским террористам попала миссия благотворительной организации Эсклибр, в состав которой входили четыре гражданина Франции. К Белунову обратилась французская контрразведка с просьбой посодействовать в их освобождении. С поставленной задачей Леонид Белунов справился за две недели. Он через криминальных друзей быстро разыскал лично знакомых ему чеченских авторитетов и утряс все детали освобождения французов, остающиеся до сих пор тайной. Пленники вскоре возвратились на родину, а Белунову был вручен настоящий французский паспорт и заявлено об отсутствии претензий к нему со стороны местной Фемиды. Сейчас, будучи добропорядочным гражданином Франции, Белунов ведет исключительно светский образ жизни. Он завоевал себе славу как коллекционера произведений искусства и член благотворительного фонда, собирающего средства на возведение в Каннах церкви Московского Патриархата, Кроме того, он нашел время взять в руки перо и подробно описать свои похождения в романе «Хроники три жизни», лишь несколько изменив в ней имена некоторых знакомых и прибавив некоторого налета благородства своим поступкам. Папарацци частенько заседают в зарослях клумбы возле дома Белуновых в Париже в надежде отснять что-нибудь этакое. Странно, но Макентош, как для человека его положение и состояние, весьма открыт для прессы. Он охотно дает интервью, правда чаще по настроению, и даже разрешил снять о себе документальный фильм. В дорогих туфлях по стоимости среднего автомобиля, на собственном теннисном корте, в маленьком невзрачном кафе на набережной с бокалом и сигарой он одновременно и прост, и загадочен. Имидж преуспевающего русского эмигранта, знатока марочных сухих вин и эстета, был запечатлен зарубежными кинодокументалистами, снявшими фильм о русской мафии, в котором кроме Белунова о своем нынешнем бытии поведал алимжан Тахтакунов, тайванчик. Во Франции Макентош сейчас консультирует бизнесменов, пытающихся завязать деловые контакты в России. В то же время поговаривают, что вошедший в роль русского барина Белунов выполняет функции держателя общака в Западной Европе. Его третья жизнь оказалась самой продолжительной и успешной. Его французский, без акцента. Это позволяет Белунову не только общаться с французской аристократией, но и маскироваться под обычного парижанина или аборигена Канн. В одном из интервью Макентош сказал, что не вернулся бы в Москву, даже если вы бы мне дали чек на 2-3 миллиарда евро. «Я прекрасно провожу время во Франции», – говорит Макентош. «Вот сейчас поеду в клуб, встречусь с друзьями, выпью шампанского. Я смог себе реализовать, многого добился, и это после того, что мне пришлось вытерпеть в России. Лагеря, психушки, пересылки. Я живу в Париже, для меня это центр мира. Этот город не может наскучить. Мне нравится ехать в машине, когда за рулем сидит Галя, моя жена. А сзади дети, дочка Лиза и сын Матвей. Особенно люблю, когда накрапывает дождь. Мы подъезжаем к озеру в Булонском лесу, останавливаемся и тихо слушаем музыку. «В Франции я обязан вторым рождением моей дочери, которую не брались вылечить, ни в одной другой стране. Франция дала мне возможность жить и работать. На Парижском бульваре Виктора Гюго, недалеко от Триумфальной Арки, часто можно встретить Леонида Белунова, неторопливо прогуливающегося по улице и бросающего на прохожих немного насмешливый и в то же время сурово-волевой взгляд. Легкий средиземноморский загар на его лице указывает, что он много времени проводит на Лазурном берегу. И действительно, в Каннах у него есть шикарная вилла, окна которой выходят на берег моря. В свободное время Белунова также можно увидеть на теннисном корте, где он часами шлифует свое мастерство, поддерживая спортивную форму на отличном для его возраста уровне. Его знакомые французы знают о нем, что он бизнесмен, стоящий во главе консалтинговой фирмы. А еще, что он меценат, коллекционер и писатель. Более сведущие люди могут поведать о Белунове, что он полтора десятка лет отсидел в российских тюрьмах и поэтому стал авторитетной фигурой в пугающе таинственном мире русской мафии. Это был канал Все о тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам!